Книга «Открытым оком», том 22, тема крещения, вопрос 3492. За день до крещения у вас собирается совет церковный и, готовящийся к крещению, отвечают на вопросы. Это экзамен. Тогда должен быть очерчен круг вопросов, на которые нужно отвечать, а иначе можно любого в кавычках «завалить», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исповедание очень кратко, один из вопросов. Они помещены в книге «К истинному православию» на страницах 412-414. Пишут иногда заранее, но отвечать должен на память, не по бумажке. Вот как написала 13-летняя школьница. «Я верую во единую Святую Троицу, во единого Бога в трех лицах, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Человеческим умом невозможно понять, это для меня Иисус Христос, Бога-Человек, Спаситель, который был от начала веков, пришел на землю воплотить через Деву Марию, был распят за меня. «Распят за меня, воскрес и вознесся на небо. Он умер за мою душу, чтобы я могла наследовать жизнь вечную, чтобы омыть меня от грехов. Я решила принимать крещение, чтобы мне простились грехи, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы быть членом Церкви. Вне Церкви нет спасения, а в Церковь можно войти только посредством крещения. Я решила хреститься в Христово-Звиженской общине, так как именно в ней я осознала, кто такой Иисус Христос, что такое истинное крещение, вообще не строгий устав, исполнение канонов, занятие по Слову Божию, благовестие, братская любовь. Я обещаюсь оставаться членом Святой Православной Церкви, российской, свободной. Я обрела свободу во Христе, родственники не препятствуют мне посещать богослужения, занятия, ходить в общину. На богослужения ходила по воскресеньям, в субботу редко. Обещаюсь всеми силами сохранить свободу во Христе. Твердо обещаюсь исполнять устав общины, церковную дисциплину в 16 пунктах. Обещаюсь быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царства Небесного. Проповедовать, свидетельствовать их жизнью, словом, везде тайно и явно. Мое отношение к людям с двойным дном отрицательное. Такие люди не могут быть хорошими друзьями, на них нельзя положиться. Грех Иуды устрашает. Я не хочу быть предателем Христа. Стихи пишу редко, бывает, найдет вдохновение. Про Иисуса стих написала. Музыку сатанинскую, всякую современную не слушаю. Только классику или божественную. Веду дневник, с нам и приметам не верю. Но сны бывают разные. От Бога пророческие, от суеты и от сатаны. Стараюсь вставать в пять утра, иногда вставала в четыре часа. Днем не сплю. По воскресеньям иногда хожу с сестрами к больным. Порвалась безбожными друзьями. Выучила главные молитвы еще некоторые. Обещаю слушаться своего духовного отца во всем, что касается спасения. Буду обращаться за советом, за разъяснением, ставить под контроль все свои поездки. Мой отец стал ходить в крестово-воздвиженскую общину в 2004 году. И посредством его рассказов я уверовала. С мамой они часто спорили о вере, о религии. Хотя я мало что понимала, но у меня укоренилась мысль, что на свете есть всемогущий Бог, который все сотворил. Который будет нас судить по нашим поступкам, что есть ад и рай. И куда мы попадем, зависит от того, как мы будем жить и какие поступки совершать. Но мне не хватало страха Божьего и веры, чтобы начать читать Библию и изменить свою жизнь. По окончании первого класса родители подарили мне книгу мифы и легенды Древней Греции. Я читала и мне было интересно. Но через некоторое время я перестала читать ее. Читала также Библию для детей, но я не понимала, что это Слово Божие. Думала, это просто интересные рассказы. Иногда я молилась, постилась заодно с отцом. Внутри души я чувствовала, что у меня жизнь сильно изменится. Я почему-то была уверена, что стану православной. Также я увлекалась и Ого, и считала, что это от Бога. Но самым сильным толчком к вере был лагерь. В 2005 году отец хотел меня отправить в лагерь, но я наотрез отказывалась. Зато в 2006 я впервые посетила богослужение. В общине меня ознакомили с уставом, я сильно захотела в лагерь, и я туда поехала. Там я буквально пропиталась православием и очень не хотела уезжать. Но порой в голове моей возникали сомнения, правда ли, что Иисус Мессия. Когда же я начинала молиться, эти сомнения уходили. Но мне было непонятно то, почему евреи, избранный народ Божий, предал своего спасителя. Я очень боялась стать таким же предателем. В школу я стала ходить в платке и в юбке. И мне это было совершенно легко. Бывало, надо мной прикалываются, но я не обижалась. Подала зимой заявление на крещение, и меня допустили. А отца нет. Христово-воздвиженская община, моя духовная родина. Здесь я по-настоящему осознала, что такое истинное православие. Есть люди, с которыми я много общаюсь в общине. И я рада, что вокруг меня много братьев и сестер. Молюсь, чтобы отца покрестили. И за маму. Обращение человека величайшее чудо Божие. Особенно я это осознала, когда сама обратилась на путь истины. Когда Господь призвал меня. Сокольская Елена Валерьевна. 9 августа 2007 года. Псалом 70, стихи 5 и 17. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей, Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. Матфея 19, 20. Все это сохранил я от юности моей, через чего еще не достает мне. Псалом 70, 18. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, Доколе не возвещу силы Твоей, роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Порассуждать о чуде не грешно, Как будто и чудес совсем не видел. Псалом 138 чудесного мешок Ко мне завлек усопшего Давида. Бог испытал меня своим, признал, Мне память дал и разум, иегово. Мой путь то спуск, то жуть и крутизна, И из зигзагов жуткие подковы, Прилягули с будильником груди, Расслаблюсь и хотя бы на минутку. Бог знает прошлое, что есть впереди, И станет сладостно, и в то же время жутко. Не надевлюсь, что Бог мой вездесущ, И не постичь все веденье владыки, Возьму ли крылья у зари у туч, Но он и там в мои деяния вникнет. Ни день, ни тьма не защитят меня, Размыслю я о собственном устройстве. Я весь из тысячи чудес, и не понять, Хотя на первый взгляд все в теле просто. Мое зачатие доставило усладу Моим родителям, не ведавшим того, Что я их сын, где темень неприглядная, И через девять месяцев явлюсь, крича ногой. Все дни мои, все-все до одного, У Бога были до секунды ясны, Засыпать чудесами, как песком, Осознавать и верить в это счастье. Я размышлял не раз, как я устроен, Как все компактно связано одно с другим, Бог шанс дает мне выбиться в героя И пропеть в честь Бога. Милосердие, гимн, Господь, Ты можешь испытать меня, О чем я думаю, чем сердце наполняю, Проверь и зри, полей росток из пня, Да буду плодоносным между пнями. 10 марта 2007 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин